Добрый день! 9 мая на календаре. Меня зовут Алексей Дунда. Вы можете видеть программу ТЧК в прямом эфире на телеканале ЛТВ7, а также на наших страничках в Фейсбуке и Ютубе. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я за комментариями буду следить. Ну и на нашей платформе РУСВСМ. В нашей студии сегодня министр внутренних дел Мария Голубева, АТС-ТБ. Здравствуйте! Здравствуйте! Снова у нас в студии на интервью. Были в прошлый раз осенью. Рад видеть. Тем более есть о чем поговорить. Тем более в такой день. Мария, вы, помимо всего прочего, магистр истории. Ну, еще до того, как стали доктором. Ну, с историей связаны. Что с точки зрения истории значит для Латвии 9 мая? Это хороший вопрос. Во-первых, уточним, что 9 мая начали в Латвии отмечать, когда началась советская оккупация. Соответственно, в Советском Союзе отличалась дата празднования конца Второй мировой войны. Если в Европе праздновали 8 мая, то в Советском Союзе конец Второй мировой войны было принято праздновать 9 мая. Но, насколько мне известно, в Советском Союзе это были праздники, которые, главным образом, были привязаны к личностям ветеранов войны, которые тогда еще многие были в живых. И также были, конечно, изредка, раз в 20 лет примерно, были в Советском Союзе военные парады в этот день. Что случилось после того, как уже после восстановления независимости Латвии в России пришел к власти Владимир Путин? И, как известно, российские медиа очень сильное влияние имели в Латвии долгое время, можно сказать, до сих пор. В России начался так называемый культ 9 мая, когда стали военные парады устраивать каждый год, когда стали очень массово использовать 9 мая для пропаганды, так сказать, уникального какого-то пути и миссии русского народа, как это видел Путин и его окружение. И в Латвии люди, которые смотрят регулярно российское телевидение, стали, соответственно, праздновать этот день гораздо активнее и гораздо, ну, на каком-то этапе также и агрессивнее, особенно в 2014 году в связи с событиями в Крыму, там, так называемые ЛНР, ДНР и так далее. То есть возникли такие... Ну, агрессивнее это как? Ну, это, я имею в виду, некоторые приходили, например, с флагами этих самопровозглашенных республик. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, там один случай был. Надписи можем повторить, ну и так далее. Да, то есть было, да, в количестве. То есть эти моменты, они указывают на то, что, к сожалению, часть населения Латвии, по крайней мере, на какой-то момент подпала очень сильно под влияние этой пропаганды, которая напрямую связана с поддержанием Путина у власти, который был как бы инструмент для его поддержания у власти. Для Латвии эта дата, безусловно, не является датом окончания Второй мировой войны или, скажем так, ее негативных последствий, потому что в Латвии продолжилась, просто опять вернулась другая оккупация. И для Латвии, безусловно, это не день памяти жертв войны, потому что день памяти жертв войны в Латвии 8 мая. В этом году в Латвии 9 мая Сеймом объявлено днем памяти жертв российской агрессии в Украине, что, я думаю, очень оправданно. И, честно говоря, побывав на прошлой неделе как раз в Украине, видев своими глазами эти разрушения и слушая эти рассказы, но я еще больше убеждаюсь, что, на мой взгляд, нельзя позволять в общественном пространстве людям делать вид, как будто ничего не изменилось, то есть делать вид, что они не понимают, какие сейчас преступления творятся под теми флагами, под которыми маршируют на параде в Москве 9 мая. Но именно вы были инициатором объявить 9 мая официальным днем памяти жертв агрессии России в Украине. Какие у вас мотивы были тогда? Да, я предложила в коалиции это решение, потому что я считаю, что в этом году, скажем так, нельзя позволить просто повториться тому, что происходит каждый год в Латвии, когда ряд людей считают, что 9 мая — это их праздник, когда они празднуют свою идентичность, но при этом не рефлектируя, не отдавая отчета, что они делают это, потому что кто-то предложил им это решение для празднования своей идентичности, и этот кто-то сидит в Кремле, и это продукт определенной пропаганды. На мой взгляд, после того, что случилось 24 февраля, уже не критично, ну, скажем так, нейтрально позволять людям подобным образом выражать свою новосозданную идентичность, на мой взгляд, в какой-то мере преступно, потому что мы знаем, к чему это может привести, мы видим в Украине, к чему это может привести. И, следовательно, я считаю, что в Латвии в этот день как раз нужно напомнить о том, ну, скажем так, к чему в наши дни приводит пропаганда, которая создала этот новый вид празднования 9 мая. Скажите, а почему так много людей в Латвии, скажем так, послушались, этой информации, пропаганде, которая идет с Кремля, по поводу идентичности 9 мая, и не приняли какую-то другую идентичность, которая могла бы идти отсюда? Ну, это надо, наверное, спрашивать больше тех людей, которые это сделали, да, то есть, которые сделали такой выбор. Я думаю, что отчасти, возможно, это связано с тем, что многим людям удобнее потреблять информацию на родном языке, и в Латвии, как мы знаем, предложение в плане информации СМИ на русском языке всегда было довольно специфичным, ограниченным, в общественных СМИ было мало этой информации, люди, даже знающие латышский, не всегда выбирают в свое свободное время смотреть информацию или слушать на латышском. Я думаю, много причин есть у этого феномена, я сейчас все-таки не лингвист и не хотела бы пытаться его анализировать как такой аналитик-любитель, но мне кажется, что это одна из причин, по которой люди слушали ту информацию, которая была на русском доступна, она была, как мы знаем, в основном информация, подготовленная по, так сказать, по заказу Кремля. Я бы хотел сейчас одно видео показать, которое сегодня утром появилось, но перед этим задам вам вопрос, как думаете, чья цитата? Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая победу над нацизмом. Как думаете, кто сказал? Я не стану угадывать, вы мне, может быть, скажете, кто это был? Сейчас видео покажем, попрошу видео на экран. Сегодня мы назначаем день победы над нацизмом и никому не отдам о аніклаптике своей истории. Мы пишемся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дамо анексовать эту победу, не дамо ее привлечить. Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 травня и победу над нацизмом. Для Украины 9 мая, праздник, день победы над нацизмом, 8 миллионов украинцев погибло, судя по тому, что сказал господин Зеленский сегодня. Каждый пятый не вернулся домой. Где граждане Украины, которые приехали сюда, 27 тысяч по официальной статистике, могут почтить память своих погибших, дедов, отцов? Куда им идти? Что делать? Как поступить? Что подскажете? В том, что касается памяти, то это, конечно, вопрос очень индивидуальный. И никоим образом никому не запрещается, так сказать, в своей памяти что-то отмечать или о чем-то думать. Мне кажется, что здесь важно понимать, что в Латвии до сих пор публичное празднование 9 мая было связано отнюдь не с индивидуальной, частной скорбью по родственникам, которые погибли во время войны, а с определенным утверждением именно такой имперской идентичности и посыла, что вот Великая Россия, потому что Путин очень удачно сумел продать своему населению, и отчасти русскоязычному населению за пределами России, и что это именно не Советский Союз, а как бы вот Россия победила во Второй мировой войне, игнорируя роль союзников и так далее. Но даже здесь дело не в этом, а дело в том, что слить воедино победу во Второй мировой войне и идентичность путинского режима. Это то, ради чего этот праздник таким образом переформатировался, начиная примерно с 2005 года. То есть просто сказать, продолжаем так делать в Латвии, потому что многим людям кажется, что это способ, как они почитают память своих родственников, но я думаю, что в этом году это невозможно, потому что, выше указанными мной причинами, потому что под этими же флагами, с этими же лозунгами сейчас реально существующий в наше время фашизм фактически убивает, грабит, насилует в Украине людей. Давайте я предлагаю посмотреть, что происходит в парке Победы, в Пардаугове, возле памятника советским воинам. Там находится наш специальный корреспондент Алена Борисова. Алена, здравствуй. Расскажи, что видишь, много ли людей, что происходит. Здравствуй, Алексей. Передаю привет зрителям, которые нас сейчас смотрят. Да, как вы наблюдаете за моей спиной, небезызвестный монумент. Я действительно нахожусь сейчас в парке Победы, но хотела бы начать с того, как сюда добираться. Сегодня привычным путем этого сделать не удастся. Движение заблокировано. В непосредственной близости парка дежурят десятки полицейских. Да и на других территориях, которые находятся между агентсканцем и торниканцем, я бы сказала, тоже активно контролируются полицией. И они направляют машины, где можно сейчас не то, что оставлять машину, а даже куда можно направляться. Поэтому люди, насколько я понимаю и слышу, оставляют машины достаточно далеко и уже пешком направляются сюда. Также хочу напомнить нашим зрителям, что в начале апреля Рижская дума, тот самый памятник за моей спиной, признала небезопасным, то есть он находится в неприводном состоянии, и поэтому его тогда огородили забором. Я сейчас переключу камеру, чтобы показать и рассказать. Вот этот забор был установлен еще в апреле, и сейчас на нем можно наблюдать флаги. Флаги украинские и флаги латвийские. Все потому, что я напомню, в этом году 9 мая объявлен Латвии днем памяти жертв в Украине. То есть здесь сегодня по своему содержанию ну траурный день, никакой глорификации. Вот как-то молча люди подходят, возлагают цветы. По поводу возложения цветов. Вот вы сейчас можете наблюдать волонтеров, волонтеров, которые это делают, получая цветы от людей. Получая цветы от людей. Почему вот таким, может быть, весьма странным образом устроен этот процесс? Потому что появились новые оградительные ленты, вот желтые барьеры. Сейчас вот на виду я как раз за ним нахожусь. В принципе, они расположены по всему парку, вдоль газонов. Это переносные барьеры, установленные сегодня полицией. И вот большая часть территории ими огорожена. Я тоже напомню, что это было сделано из-за принятых сеймах норм о том, что ближе 200 метров к советским памятникам подближаться, подходить нельзя. И вот действительно это расстояние соблюдается. Давайте я попробую подойти поближе, как все проходит. Люди действительно постепенно, постепенно прибывают. Я бы и сказала, здесь даже, может быть, две сотни людей. Ну да, думаю, что-то в пределах 300 человек находятся в данный момент здесь. То есть люди подходят к этому забору, к желтому забору. Здесь их встречают волонтеры. Они забирают у них цветы из рук. И вот, и вот, и вот уже волонтеры, получая эти цветы, вот мы сейчас, давайте поближе прям подойдем, уже кладут цветы к подножью. Ну, если можно сказать к подножью, потому что доступа прямого к памятнику нет. Вот я насчитала, что уже, знаете, 20-15 рядов цветов уже находятся на дороге. Вот, да, да, да. Вот таким образом это все происходит. Люди стоят, фотографируются, ну и через какое-то время уходят. Здесь недалеко есть, насколько знают, рижане, а не рижанам поясню, футбольный клуб и около футбольного клуба тоже дежурит полиция. Я подошла к ним, пообщалась, спросила, как сегодня обстоят дела. Не было никаких инцидентов. Может быть, кто-то нарушал сейчас порядок общественный. Нет, они сказали, что сегодня все проходит достаточно спокойно, достаточно легко. Я, правда, слышала, что некоторые люди что-то выкрикивали. Был молодой человек в алкогольном опьянении, но даже к нему полицейский подошел, попросил ничего не кричать, и тот ушел. То есть никаких даже нареканий таких санкционных, чтобы его задержали или допрашивали, после этого не последовало. Ну вот, правоохранительные органы сегодня работают согласно специальному плану обеспечения общественной безопасности. Что это за план, я думаю, подробнее расскажет сама министр внутренних дел. Но мы действительно, мы действительно видим очень много полиции. Она следит за тем, чтобы люди не скапливались около монумента, чтобы был, во-первых, ход людям, потому что эти так называемые дорожки образованные достаточно узкие. то есть столпиться здесь и стоять на месте не получится. Не получится. Ну вот, если говорить о нынешней обстановке, то таким образом давайте вот я посмотрю еще, покажу вам еще людей, которые движутся к монументу. Спасибо, спасибо тебе большое, Алена. Ну, в принципе, картинка ясна. Спасибо, что вышла с нами на связь и показала, что там происходит. Госпожа Голубева, а как вы оцениваете происходящее сейчас у памятника? Как прокомментировать эту картинку? Ну, главная задача полиции – это, во-первых, общественный порядок, во-вторых, соблюдение законов. В данном случае полиция действует именно, имея, так сказать, следуя этим двум целям. Что, во-первых, никаких столкновений, никакого насилия, никаких провокаций, во-вторых, соблюдение законов. То есть, если кто-то появляется с агрессивной символикой, например, георгиевской лентой, то сперва их просит убрать, если они отказываются, тогда составляется административный акт. На постоянную на 3 часа с сегодняшнего дня агентство «Лето» сообщает, что задержаны 8 персон и начато 15 административных процессов о нарушениях. Такая статистика к этой минуте. Президент, спикер Сейма, премьер, все высшие должностные лица уже высказались по поводу памятника советским воинам в Кардаугове. Все высказали, что памятник будет снесен. Вы, как глава Министерства внутренних дел, что скажете по поводу судьбы этого памятника? Министерство внутренних дел, разумеется, не принимает решений на этот счет. Но я скажу, что, на мой взгляд, самым правильным решением, конечно, было решить судьбу этого памятника в 1991-1992 году. Этого не произошло. Ну почему? Решили, подписали договор о том, что Латвия и Рига будут о нем заботиться? Ну, вряд ли это было решением вокруг этого памятника. Это было каким-то пунктом, который упомянула тогда российская сторона, очевидно, принимая этот договор. И, видимо, была тогда необходимость сконцентрироваться на других пунктах. И никто особенно сильно не думал об этом пункте. Я не знаю, я не присутствовала при тех переговорах, мне сложно судить. Но я думаю, что очень важно понимать, что, ну, скажем так, пока этот памятник там стоит, эта дискуссия, этот диалог более или менее такой, на повышенных тонах, он будет в обществе продолжаться. То есть, безусловно, в данный момент присутствие этого памятника вносит скорее раздор, чем что-то другое. Поэтому я думаю, что в конечном счете то, что общественное мнение сейчас максимально склоняется к тому, что от памятников оккупации нужно избавляться. И лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что хотя это будет таким, возможно, эмоционально сложным моментом для части русскоязычного населения Латвии, я понимаю, почему это так происходит. И я не вижу, как это может иначе сейчас происходить. Так по поводу конкретного памятника, что с ним будет? Будет, соответственно, решение Сейма. Я полагаю, что как Сейм решит, так и будет. А еще этот, 13-й Сейм или уже новый, 14-й? Я не исключаю, что это будет еще 13-й Сейм. Если бы вы были в Сейме, вы бы как проголосовали? Я думаю, что я бы проголосовала за то, чтобы легальным путем, пройдя все необходимые легальные этапы, но за то, чтобы этот памятник демонтировать. Еще по поводу памятника в советской эпохе хочу показать две фотографии на экране. Это был памятный камень в Адышском крае. Его пару недель назад неизвестно и демонтировали. Там что-то, какой-то штаб. Честно говоря, не знаю, что там находилось, но знаю, что там памятный камень о советской армии. И глава Адышского края Марис Принжукс сказал, что Сумправление не принимало решение о демонтаже памятника. И его демонтаж был частной инициативой, в которой глава муниципалитета не видит ничего предусвидительного. Скажите, а вот вы как министр, вас как министра внутренних дел не смущает, что кто-то по частной инициативе взял, демонтировал памятник, не согласовав это ни с государством, как я понимаю, ни с Сумправлением? Было или нет? В целом, я, конечно, приглашаю граждан следовать тем процедурам, которые существуют в законах. В законах демонтаж памятников тоже, насколько я понимаю, оговаривается. Хотя деталей сейчас я вам не скажу. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть такие моменты истории, когда общество в результате реакции на достаточно чудовищную информацию о преступлениях, о каких-то катакликах, как, например, та информация, которая поступила после того, как украинские войска освободили Бучу и Ирпении и увидели те массовые захоронения, которые там имели место. Я понимаю, почему в обществе происходит такой спонтанный демонтаж памятников. То есть, именно как, скорее, как историк, я понимаю, почему это происходит, и я по-человечески понимаю эти эмоции. Конечно, все равно я советую гражданам следовать законным процедурам. То есть, вы можете предположить, что законная процедура была нарушена? Я про этот конкретный случай ничего не знаю, но это, к сожалению, не исключено. Может ли быть какой-то уголовный процесс, значит, потому что есть 185-я статья уголовного закона, прямое уничтожение и повреждение имущества? Но это может сказать только полиция или прокуратура, и только изучив материалы конкретной ситуации. Хорошо. У нас на связи с нашей студией главный редактор портала «Чайка.ЛВ» Инна Плавока. Она из Даугупилса. В Даугупилсе сегодня тоже 9 мая. Как прошел этот день во втором повеличении городе? Инна нам расскажет. Здравствуй, Инна. Как 9 мая проходит у вас? Много ли полицейских, есть ли какие-то или были ли какие-то конфликты? Что люди говорят? Как у вас дела, в общем? Здравствуйте. Привет из Даугупилса. Я нахожусь сейчас возле памятного мемориала в парке Дубровина в Даугупилсе. Здесь традиционно собираются люди 9 мая. И сегодняшний день не стал исключением. Единственное, я бы сказала, что сегодняшний день, 9 мая, очень тихий, очень спокойный. Нету бравурной музыки. Я не видела людей в состоянии алкогольного отменения. И такое ощущение, знаете, мне кажется, вот именно таким и должен быть этот день, когда люди со скорбными лицами, я видела плачущих людей, много пожилых людей, ну, люди с детьми традиционно. Даугупилсе всегда 9 мая мероприятие начинается вот в сквере Славы был кадр, да, показывали мемориал. И потом из сквера Славы пешком, колоннами люди шли сюда в центр города, в парк Дубровина. В этом году, конечно же, никаких массовых таких мероприятий не было. Ну, я видела отдельных людей, которые все равно прошли этот путь. Все достаточно спокойно, тихо, скорбно, еще раз повторю. И, на мой взгляд, именно таким образом нужно вспоминать, отмечать этот день. Полиции много. Я сейчас поговорила с полицейскими, которые охраняют, и которые заботятся о порядке, да, здесь на месте мероприятия. Мне сказали, что никаких серьезных правонарушений не было. Люди в основном постоянно подходят, кладут цветы, стоят, о чем-то говорят. Я видела группу пожилых женщин, которые подходили с песней, они пели песню «Летят журавли». Ну, в общем, такая, знаете, такая трогательная какая-то что ли атмосфера. У нас нет никаких заграждений, я сейчас пробую переключить, чтобы вы могли... Ой, что-то я не то, наверное, включила. Как мне это сделать, чтобы... Ну, Инна, наверное, поверим на слово. Да, что-то не получается у меня переключить. Но, знаете, в течение дня довольно много людей приходилось сегодня сюда в парк Дубровина. Просто такой вот нескончаемый поток. Шли по одному, группами. Я видела большую группу воинов-афганцев, которые утром приходили сюда и возлагали цветы, становились даже на одно колено. В общем, цветов очень много. Вечный огонь в даугов полси горит. Но еще раз повторю, что все очень спокойно, очень так скорбно, печально. Многие со слезами на глазах. Я вижу здесь людей, которые каждый год приходят сюда, в это место. И поэтому мне кажется, что это просто... Что это действительно дань памяти. В этом году очень, очень у всех сложные, тяжелые ощущения и чувства. Спасибо большое, Инна. Спасибо за этот репортаж и за картинку, которую мы посмотрели. Удачи, удачи. Спасибо. Инна Плавоков, главный редактор портала «Чайка.ЛВ» из Даугов Пилса. Как эту картинку прокомментируете? Даугов Пилса, второе увеличение города. Ну, насколько я знаю, к сожалению, нарушения в Даугов Пилсе были более многочисленными на данный момент, чем в Риге. Хорошо, что это, может быть, не настолько сейчас заметно в общественном пространстве, но по количеству составленных протоколов, к сожалению, да, в Даугов Пилсе в данный момент было больше нарушений. Ну, а больше это сколько? Каких? Всего там 15 было протоколов? Ну, да, я думаю, что вот большая часть из этих 15, они были в Даугов Пилсе и в Резакне. За что? Ленточки? Не только. Ну, там были какие-то элементы с громким исполнением, то есть включением гимна Российской Федерации, еще какие-то такие появления. Мария, скажите, можно личный вопрос? Да, конечно. Мы с вами в таком поколении находимся, у которого, ну, дедушки и бабушки или явно участвовали во Второй мировой войне, или помнили. Ваши дедушки воевали? Ну, возможно, моей семье повезло. Они все были гражданскими лицами. Они работали в каких-то таких видах промышленности, которая была нужна и во время войны, поэтому нет в моей семье. А вашей семье как-то отмечали в советское время, 9 мая? Вы знаете, нет. Ну, то есть, может быть, кто-то из пожилого поколения отмечал, но я не помню этого. Я даже скажу, что в части семей, по крайней мере, моих друзей я не замечала особенного отмечения 9 мая, но я стала отмечать, как пожилые родственники, мои чьи-то еще, стали это отмечать после 2005-2006 условно года. И я увидела, как это идет по нарастающей. И это заставляет меня делать определенные выводы. Ну, все-таки нас смотрит очень много людей, у которых как раз-таки дедушки воевали, бабушки в тылу или детьми были. И для них это была своеобразная традиция на протяжении многих лет, ну, там, подымать рюмку, приносить цветы и так далее. Это традиция, это вот в них заложено. Вот представьте себе, что перед вами стоят эти люди и попробуйте найти слова, чтобы им сказать, что эту традицию надо менять. Как вы это им скажете? Ну, я бы сказала так, что учитывая, что сейчас, к сожалению, флаги победы вывешивают и о победе трубят больше всего те люди, которые только что развязали братоубийственную войну и убивают людей и бомбят города в Украине, стоит подумать о том, как эту свою личную память о войне и об утраченных друзьях или родственниках не смешивать с той шумихой, пропагандой, мишурой, которую кремлевский режим за эти 20 с чем-то лет сумел создать вокруг этой памяти, чтобы абсолютно бессовестно манипулируя памятью людей о той войне, продолжать удерживаться у власти и, как мы видим сейчас, уже даже нападать на другие страны и продолжать ужасы войны уже в 21 веке. Так, ну все, предлагаю про 9 мая закончили, проговорили все про то, что в Украине происходит. Были вы там как раз-таки на прошлой неделе. Расскажите о впечатлениях, с кем встречались, что говорили, что видели. Фотографии вашей собачкой видел. Да, ну я встречалась, конечно, не только с собачкой. Я встречалась... Мы приехали вместе с министрами внутренних дел балтийских стран и Польши. То есть нас было четверо. Мы приехали поддержать украинского министра внутренних дел Дениса Монастырского и его команду. Мы подписали меморандум о том, что мы помогаем и будем помогать. Латвия, как возможно вы знаете, довольно много посылала помощи Украине не только по гуманитарной и военной линии, но и по линии внутренних дел. То есть это транспортные средства, это какие-то защитные костюмы для пожарников и так далее и тому подобное. Сейчас, в данный момент, наиболее острая необходимость в Украине — это разминирование. Это разминирование гражданских объектов, общественных пространств, вплоть до полей, дорог и так далее. То есть все те территории, которые в данный момент освобождены от российской армии, на них, к сожалению, очень много присутствует взрывчатых разных предметов. И в том числе вплоть до растяжек в зданиях, в бытовых пространствах, вплоть до детских игрушек со взрывчаткой и так далее и тому подобное. То есть ситуация очень-очень, скажем так, опасная. И я надеюсь, что мы сумеем мобилизовать в том числе в Европе поддержку для того, чтобы гораздо больше сил и ресурсов европейцы сейчас бросили на разминирование Украины. Потому что если не сделать это сейчас, в следующие годы это будет сделать сложнее, дороже и, конечно, унесет гораздо больше жизни. Как Киев выглядит? Сам Киев, может быть, выглядит не настолько плачевно, как выглядят те города вокруг Киева, где происходили столкновения, бои, бомбежки и где взрывались, например, элементы инфраструктуры, такие как мосты. Например, я видела Ерпенский мост, под которым тысячами люди пытались прятаться во время эвакуации. Там находились долгое время, где во время прямых попаданий там взрывной волной машины скидывало прямо в реку. Я видела эти кучи машин, простреленных, сгоревших, взорванных, в которых на тот момент находились люди, к сожалению. То есть именно вот эти города вокруг Киева и Гостомельский аэропорт, конечно, где мы подписывали этот меморандум, но это оставляет впечатление такого очень сильной, скажем так, очень сильных утрат не только человеческих, но и разрушенной инфраструктуры, которую придется, конечно, общими силами долго восстанавливать. Французские жандармы отправились в Бучу, будут расследовать преступления, которые там были совершены. А Латвия будет отправлять в Украину следователей? Да, мы хотим это делать. Ну, не столько следователей, может быть, сколько экспертов. Но да, безусловно, у нас есть такое намерение. Для этого нужно совместно с Министерством юстиции изменить кое-какие нормативные акты, чтобы мы имели право как правительство это делать. У нас раньше это не предполагалось вне пределов Евросоюза, насколько я понимаю, и НАТО. И сейчас Министерство юстиции, насколько я понимаю, над этим работает. Как только будет этот нормативный акт, мы тогда сможем наших полицейских экспертов в том числе посылать. И такие планы есть. Начальник полиции мне подтвердил, что есть люди, и они готовы, и мы это будем делать. Сколько примерно? Ну, трудно сейчас сказать по необходимости 10-20. Зависит от необходимости, которую мы, так сказать, оговорим с украинской стороной. Расследование внутри страны не, скажем так, не оголить. Я так понимаю, там и так на следователях очень много дел находится. Ну, я поэтому провожу некоторую линию различий между экспертами и следователями. То есть, скорее, мы в нашем случае говорим об экспертах-криминалистах. Ну, насколько я понимаю, в целом у нас расследование именно таких тяжелых преступлений идет достаточно неплохо. Есть, конечно, несколько, три или четыре громких дел, в которых прогресс медленнее, и поэтому складывается впечатление в обществе, что вообще нет прогресса. Но абсолютное большинство убийств и других тяжелых преступлений в Латвии раскрывается. То есть это очень важно напомнить. Хорошо. Про беженцев, которые к нам приехали из Украины. По официальной статистике 27 557 человек зарегистрировано в нашей стране. Как вы считаете, эта официальная статистика насколько отличается от реальности? Потому что, ну, явно какая-то часть не зарегистрировалась. Ну, да. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что не все украинские жители, которые сейчас находятся физически на территории Латвии, например, собираются здесь долгое время оставаться. Многие находятся в транзите. Мы даже знаем, что часть людей, которые обратились даже за какими-то соцуслугами в самоуправление, а потом, так сказать, уехали из этих самоуправлений. То есть часть людей направляются, например, в другие страны ЕС. Эстония регистрирует их всех, в том числе транзитников. Но мы в данный момент у нас другой подход. Мы регистрируем тех, кто обратился, так сказать, за регистрацией. То есть тех, кто по каким-то причинам хочет в Латвии либо документы свои получить на проживание, либо также и какие-то социальные услуги получить. Поэтому у нас, скажем так, это число сейчас несколько меньше, чем, например, в Эстонии. План приняли, который предусматривает прием 40 тысяч беженцев. Сейчас 27 уже с половиной довольно-таки близко. Когда будете пересматривать? Ну, видите ли, дело в том, что пересмотр плана, он необходим, если меняется что-то в плане объема поддержки. Но что касается поддержки, например, поддержка с размещением, с жильем, ей пользуются только 10 тысяч украинских беженцев. Если остальные сами где-то размещаются. То есть вот 10 плюс 30, и это есть запасы еще больше. Ну, условно говоря, есть еще другие виды поддержки. Например, ГМИ, гарантированный минимальный доход, так называемый. Да, есть поддержка специфическая, связанная с инвалидностью, скажем, или с получением работы. Например, те, кто устраивается на работу, у них есть право на единовременное пособие 500 евро. Ну, соответственно, те, кто устраивается и подают, они его и получают. То есть это очень индивидуально, зависит от вида поддержки. Поэтому на этот план не надо смотреть, как только в Латвии окажется 40 тысяч, все, мы закрываем, так сказать, лавочку, смотря какие будут у государства на тот момент расходы по поддержке конкретно. То есть есть определенная сумма финансирования, которая привязана к этому плану. 116 миллионов евро. Да, именно так. Причем не все виды поддержки там на три месяца. План в целом на три месяца, но есть ряд видов поддержки. Например, тот же гарантированный минимальный доход, который 109 на первого члена семьи и дальше 75 на каждого следующего. Он до конца года там рассчитан. То есть если те, у кого нет доходов своих, если они остаются в Латвии, они, соответственно, этот минимум могут продолжать получать. Мне интересно про пособия, которые платятся латвийским семьям, я так понимаю, согласно этому плану, которые приняли беженцев. Максимальная сумма 300 евро, 100 за первое. По 50 за каждого следующего. Почему именно такая форма выбрана поддержки? Ну это надо, наверное, спрашивать Министерство благосостояния. Они предложили эту формулу и все на нее согласились, потому что это, скажем так, для государства гораздо выгоднее, чем поддерживать людей, скажем, которые размещены в гостиницах или в каких-то подобных туристических заведениях, где гораздо дороже стоит размещение. А у самоуправления не у всех есть свое жилье, куда селить людей. Своих латвийских людей некуда иногда селить самоуправление. И, соответственно, очень важно, что есть такое решение, когда частный сектор, так сказать, идет на помощь, люди у себя расселяют, если у них есть какое-то свободное жилье, и за это могут получать такую небольшую, но в то же время ощутимую поддержку от государства, который, например, позволяет им платить все счета. Ну то есть какие-то такие вещи. А я правильно понимаю, что тот план, который именно Министерство внутренних дел предоставляло в правительство, предусматривал ремонт различных зданий в самоуправлениях, там был целый список, там санатории, там школы какие-то заброшенные и так далее. И вот этот пункт не был поддержан Министерством финансов? На данный момент, к сожалению, еще не был поддержан Министерством финансов, но мы уже сегодня договорились с коллегами по коалиции, что такие изменения в законе будут, и, соответственно, Министерство регионального развития будет заниматься тем, что будет создана такая комиссия, которая будет рассматривать конкретные предложения самоуправлений по объектам. Цель недорого, ну в данный момент индикативно где-то так за 330 евро на человека, приспособить уже отремонтированное имеющееся жилье, например, школы, которые не используются, например, какие-то пансионаты, которые не используются, под жилье для тех украинских граждан, которые останутся в Латвии дольше, которые не найдут себе сами работу или источник дохода, или, скажем, они пожилые, или там, не знаю, семья, много детей. То есть причина, по которой они не могут работать, соответственно, они смогут там находиться, то время, которое нужно, пока либо не закончится война, либо какие-то другие изменения. Сколько сейчас дел в полиции расследуются по поводу агрессивных каких-то действий в отношении украинских беженцев? Так, из головы точно не скажу. Полиция каждую неделю публикует апдейт по этому поводу. Мне кажется, что-то около, может быть, 60-70. Но в любом случае следует различать агрессивные нападения, например, на людей или на машины, когда, скажем, бьются машины, и другие менее серьезные проявления, когда, например, какую-то символику, которая поддерживает российскую агрессию, скажем, там, это буква «З» и так далее, да, то есть есть разные степени, так сказать, агрессии. Есть случаи агрессии в интернете, которые тоже расследуются, например, службой госбезопасности. А с другой стороны, есть ли зафиксированы ли какие-то нарушения со стороны беженцев? Еще недавно не было ни одного случая. Может быть, уже что-то появилось? Отдельную такую статистику, насколько я знаю, мы не ведем, но наблюдения полиции до сих пор были такие, что нет, ну, скажем так, никаких аномалий, чтобы такие случаи были чаще, чем среди латвийского населения, не наблюдалось. Сегодня глава Министерства иностранных дел от Гринкевича внес в черный список комиков Евгения Петросяна, Владимира Винокура, певца Филиппа Киркорова. И сегодня глава службы госбезопасности Нормут Межитт издавал интервью, в котором сказал, что, ну, по его рекомендациям, вы, как глава МВД, внесли в черный список примерно 80 человек. Вы, в отличие от Министерства иностранных дел, эти имена, фамилии не называете? Я, может быть, и не требую. Но есть ли там среди этих имен, фамилий какие-то известные личности? И, ну, как вы, кого, собственно, кому запрещаете въезд? Какие там это направления? Это персоны, которые представляют риск для безопасности Латвии. Конечно, в связи с геополитической ситуацией мы вносим их гораздо активнее в эти списки. Это персоны, которые так или иначе своей деятельностью могут представлять риск для национальной безопасности. Ну, это какая деятельность? Это кто это? Не знаю, там, потенциальные разведчики или там, не знаю. Это очень широкий круг людей. Это могут быть люди, которые потенциально могут действительно представлять риск с точки зрения разведки. Но это могут быть и люди, которые, например, очень активно распространяют идеологию так называемого русского мира. Если они иностранные граждане в Латвии и продолжают сейчас этим заниматься, то есть такой шанс, что они могут быть внесены нами в список тех, кому запрещен въезд в Латвию. Эстония совсем недавно выдавила гражданина России, который проводил различные мероприятия по ходу Диатвамая, скажем так. Он был гражданином России, ему, собственно, Россию вернули. Есть ли у вас кто-то из граждан России, ну так, на карандаше? Ну, среди тех людей, которые внесены в списки, конечно, есть в том числе и... Живущие здесь, в Латвии, сейчас? Думаю, что да. То есть такие повторения эстонского опыта вполне возможны? Ну, да. Любой гражданин другой страны, живущий в Латвии или в любой другой стране в ЕС, в принципе, может быть, может быть депортирован, внесен в списки и после этого депортирован, если его деятельность вступает в серьезный конфликт с законами, в том числе касательно национальной безопасности. Да, это не исключено. У нас с вами интервью было осенью. Тогда была такая топ-тема, номер один, это кризис на восточной границе, на белорусско-латвийской границе. И латвийские пограничники не пускали мигрантов с Ближнего Востока, которых к нам направляли белорусские власти. И мы тогда говорили, что это не беженцы, а оружие гибридной войны. Ну, в общем, поэтому к ним такое отношение, ЧАЭС на границе и так далее. И вот я прочел доклад организации такой Амнисти Интернашнл за 21-22 годы. Ну, они подводили итоги, как мы провели все это время. И вот прозащитная организация критикует Латвию, Литву и Польшу как раз-таки за ту практику, о которой мы с вами говорили. Цитата. «Власти Беларуси приложили руку к созданию новых маршрутов миграции через Беларусь в ЕС и насильно выталкивали мигрантов и беженцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией, которые упразднили право обращаться за убежищем на границе и легализовали выдворение». Вот хочу вас спросить не как главу Министерства внутренних дел, а как когда-то правозащитника. Вы до сих пор считаете, что вот эта практика, которая у нас введена на восточной границе, она, когда мигрантам не дают право на границе обращаться за убежищем, вы до сих пор считаете, что тогда вы поступили правильно? Ну, видите ли, эту практику немного откорректировали у нас в Латвии суды. В связи с этим я, конечно, теперь не могу считать никак иначе, кроме того, что суд у нас всегда прав. И, соответственно, мы должны были изначально в правительстве предусмотреть возможность на контрольных пунктах, на границе, все-таки подавать на гуманитарную визу. И если человек в своей стране преследуется, что его документы должны рассмотреть. Мы изначально этого не делали, но мы сейчас исправили этот момент. Уже какое-то время назад в решении правительства о чрезвычайном положении было внесено это изменение, и оно при продлении будет таким оставаться. То есть теперь это возможность подавать заявление? Возможность, скажем так, возможность подать на гуманитарную визу, подать документы, что мне нужно попасть в вашу страну, потому что меня преследуют. Это там рассматривается. Если человек пропускается в страну, тогда у него есть право подать на убежище. Но надо сказать, на прибежище. Но надо сказать, что очень важный момент, что суд по правам человека отклонил иск против Латвии. Группы людей, которые находились как раз у нашей границы, насколько я понимаю, в конце лета или осенью, и которые подали... В сентябре, наверное. Да, по схожей теме подали иск против Латвии. Суд по правам человека этот иск сейчас отклонил. То есть нужно понимать, что все-таки наша практика, она несколько отличается от практики Литвы и Польши, и мы в целом поступали юридически корректнее, чем они. И какая у нас сейчас практика по поводу граждан России и Беларуси, которые не согласны с теми режимами, которые там установились, и пытаются от них сбежать? Мы их принимаем? Это зависит от индивидуального случая. То есть есть, конечно... Во-первых, всегда открыта процедура того же самого убежища. То есть можно... Соискатели убежища, если у них обоснованный кейс, так сказать, они могут обращаться и тогда рассматривают по МЛП. Но есть также целый ряд журналистов оппозиционных, которые уже сейчас в Латвии находятся, либо с временным видом нажительства, либо с визой определенного рода, которую выдавало Министерство иностранных дел. Они находятся в Латвии, и я не думаю, что им что-то угрожает в плане дальнейшего нахождения в Латвии, потому что мы понимаем, что они находятся под угрозой, что их работа в России больше невозможна. И, как мы знаем, некоторые из них даже сейчас фактически вносят такой добровольный вклад в информирование нашего общества. Например, «Новая газета», которая стала выходить на русском и на латышском. Это, конечно, очень, ну, скажем так, позитивный момент от этого, ну, как бы, от в целом негативного феномена, что в России преследуют журналистов, и они вынуждены уезжать. Ну, вот, кстати, один из россиян, который покинул свою родину, мне рассказывал, что, к сожалению, не может открыть счет в банке, потому что гражданство российское, ну, как красная тряпка. То есть не красная, а как стоп-кран, как белый билет, не знаю даже, наверное, как. Ну, я думаю, каким-то образом для всех этих журналистов этот вопрос как-то решился, следовательно, я думаю, там есть какие-то моменты, возможно, я не исключаю, что банки, может быть, подходят индивидуально к этому. Я знаю, что нельзя, ну, скажем так, нельзя транзакции с российскими банками, да, но что нельзя открывать счет, если человек находится с разрешением легально в Латвии. Я думаю, что все не настолько безнадежно, но, честно говоря, банки, это не совсем, как бы, к моей линии, поэтому я считаю... Ну, может быть, вы что-то слышали. Хорошо, следующая тема. На прошлой неделе кабинет министров утвердил ваш доклад об укреплении внутренней безопасности. Там предусмотрено финансирование на три года. Семь, девять и восемь миллионов с половиной каждый следующий год. Куда пойдут деньги? Во-первых, на создание центра управления кризисными ситуациями. Это очень важно, это, ну, как бы, более современный подход, когда есть один центральный, так сказать, штаб, где есть соответствующее технологическое оборудование, которое позволяет... Это вы по поводу здания будете строить? Нет, это скорее техническое оборудование, которое можно разместить, создав этот штаб в каком-то из зданий, скажем, например, государственной службы пожарной, как она называется, то есть здесь дело не столько в здании, хотя планируется в дальнейшем и какие-то вложения в само здание, но главное это техника, главное это создание такой situation room, так называемый, в которой можно современно, быстро, пользуясь всей доступной информацией, руководить процессами, если нужно, например, массово эвакуировать людей или если нужно массово предотвращать последствия, например, утечки каких-то веществ и так далее и тому подобное. То есть это один момент. Другой момент это укрепление службы других каких-то функций, связанных с кризисами, с гражданской обороной, да, это опять-таки пожарники-спасатели, но не только они. Это отчасти укрепления полиции и службы госбезопасности, но именно в контексте предотвращения подобных кризисных ситуаций, например, кибер-угроз. Ну, чему нас картинка из Украины обучила, это тому, что, наверное, хорошо, когда в городе есть метро, потому что там можно укрыться. А в Риге метро нет, и где укрыться в случае бомбежек, я не знаю. Ну, безусловно, да, безусловно. Какой план? Что делать, если вот час икс, не дай бог, настал? Я рижанин, что я должен делать? Или другие жители Латвии? Да, у каждого самоуправления должен быть план эвакуации на такой случай. И сейчас мы очень сильно, ну, мы в данном случае это служба пожарной безопасности и спасения, да, ВАЛСТ, ВГНЗС, они работают с самоуправлениями, чтобы, во-первых, убедиться, что этот план действительно есть, во-вторых, чтобы убедиться, что этот план на что-то годится. Например, там должны быть четко обозначены места сбора перед эвакуацией, и в будущем также должны будут быть обозначены так называемые безопасные здания. То есть, например, если у здания есть подвал, который достаточно безопасен в случае каких-то подобных ситуаций, то тогда оно должно быть так обозначено. В данный момент... Подождите, хорошо. Нашли здание, которое безопасно. Что дальше? Как я об этом узнаю, что это здание безопасно? Там есть подвал. Да, есть специальный международный знак, который обозначает такое здание, и в дальнейшем мое предложение будет в Латвии этот знак тоже ввести. Но сперва мы должны дать самоуправлением чуть-чуть времени, потому что, как вы догадываетесь, с 2008 года ничего не делалось в этой области, да? Почему? С 2014 года не было? Ну, тут надо спрашивать, наверное, людей, которые были в правительстве в 2014 году. Но в любом случае у нас, да, у нас нет централизованного, не было до сих пор централизованного подхода к убежищам, начиная с 2008 года. И, конечно, мы сейчас не построим... Ну, они не были в советское время для всего населения, да? Они были для какого-то процента населения построены. Мы сейчас не построим массовое убежище, но мы должны во всех самоуправлениях идентифицировать эти безопасные места, и мы должны их, соответственно, содержать пустыми от хлама и обозначенными соответствующим знаком. И это будет задача для наших служб и для самоуправлений на ближайшие месяцы. Вот за какое время? Когда это должно быть сделано? Ну, это еще не утверждено, поэтому я сейчас этот срок вам не назову. Это зависит от технических возможностей самоуправлений. Но в любом случае нормативные акты для того, чтобы такая система была, и она была обязательной для самоуправления, я намерена подать как министр внутренних дел в течение ближайшего месяца. То есть, как там дальше пойдет в правительстве, это отдельный вопрос, но такие нормативные акты должны быть. Ну, у нас план, я так понимаю, эвакуации от жителей в первую очередь. Да, план эвакуации от жителей, потому что такова ситуация. Там море как бы дальше. Ну, это вопрос зависит от того, какой именно сценарий мы рассматриваем. То есть, например, если это конкретные города, в которых происходят какие-то нападения, допустим, я не знаю, нападения, связанные с наступлением, скажем, то, соответственно, эвакуироваться подальше от этих мест. Если это какая-то технологическая катастрофа или, например, утечка химических веществ, то, соответственно, из той зоны, в которой это произошло. То есть, все зависит от того, с каким конкретно кризисом мы имеем дело. Еще одна тема. Два года назад, 18 мая, Госконтроль сделал ревизию, в которой обрушился на систему пенсии по выслуге лет. И в структурах Министерства внутренних дел такие пенсии многие получают. В принципе, это, так сказать, один из бонусов, почему многие туда вообще идут, к вам, работать. Потому что проработал полицейским там до, сколько, 45, по-моему, лет? Нет, 50. 50, ну, хорошо, 50. Ну, вот и потом свободен. Можешь или работать, но пенсия у тебя обеспечена. Но Госконтроль указывает, что просто бюджет не потянет такое число пенсий. В МВД примерно на 2 миллиарда по выслуге лет будут пенсии в каком-то обозримом будущем выплачены. Как вы планируете и планируете вообще менять эту систему? Могут ли те полицейские, которые сейчас работают в МВД, быть уверенными, что у них будет пенсия в 50 лет, если им, допустим, сейчас 30? Это очень хороший, очень сложный вопрос. Во-первых, надо учесть, что, конечно, решение, когда, ну, скажем так, система, когда главным бонусом, главным материальным мотиватором для службы в МВД служит именно пенсия по выслуге лет, это решение для относительно бедной страны. То есть с ростом благосостояния страны, по идее, это решение должно быть более ориентировано на мотивацию во время службы. Я тут хочу возразить, все мы помним американские боевики, там как раз-таки полицейские очень ждут свою пенсию, потому что она им принесет бонусы. Ну, да, есть страны, которые, Франция, например, тоже, да, есть страны, которые эту систему поддерживают, и будучи довольно материально богатыми. Но в целом это такое решение, которое в данном случае, на мой взгляд, в случае Латвии является таким суррогатом социальной обеспеченности, которую, к сожалению, зарплаты не может человеку предоставить. На мой взгляд, как только мы поднимем зарплаты до какого-то среднерыночного уровня, мы можем говорить о том, чтобы пересматривать эту систему. Я не имею в виду, что мы сразу ее уничтожим, да, или как-то там ее полностью сделаем неинтересной для будущих служащих. Но, конечно, мы должны ее сделать соразмеримой, потому что, ну, скажем так, в целом в другом ряде областей, где люди тоже работают на той же государственной службе, у них таких бонусов нет. Однако мы не можем об этом говорить, пока у нас зарплаты в МВД настолько низкие, как сейчас. Скажите, на сколько процентов должна быть сегодня зарплата выше, чтобы вопрос с пенсиями по выслугу лет можно было бы отменить? Ну, это мое личное мнение. Пожалуйста, не воспринимайте его как какой-то основанный на детальных расчетах анализ. Ну, на мой взгляд, процентов на 40. То есть в данный момент речь идет о повышении, ну, процентов на 20, да. То есть это максимум, что мы можем себе позволить. Это то, что мы в ближайшие годы делаем. Еще, наверное, вопрос, который тоже связан с низкими зарплатами, это очереди в отделениях управления делами гражданства и миграции. Ну, не только зарплатами там связано, и, в принципе, тех же беженцев, их много различных заявлений нужно обрабатывать. Вот у меня нет ID-карточки. С 2023 года она становится обязательной. Я уже пропустил тот момент, когда становится в очередь, чтобы эту ID-карточку получить? Или все-таки есть еще у меня пару дней? В данный момент мы переориентируем ПМЛП, именно в том, что касается выдачи и приема документов, в большей степени на живую очередь. Я знаю, что это звучит не очень дружелюбно, но это позволит нам гораздо больше принять людей за короткое время. Потому что в результате ковида сформировалась, конечно, очень большая очередь. И если мы будем продолжать каждому человеку, который записывается, на него резервировать 10 минут, а потом этот человек будет не приходить, раньше мы 15 минут вообще резервировали, то тогда мы действительно в этом году всех, кого нужно обслужить, не сможем обслужить. Поэтому сейчас мы сделали несколько вещей. Во-первых, правительство, по моей просьбе, предоставило нам зарплату на 20 штатных мест в Риге, только на прием документов. То есть это люди, которые будут работать только на это, ни на что другое. Во-вторых, мы сейчас работаем с Министерством регионального развития, чтобы вначале как пилотный проект в трех самоуправлениях, потом и в большем количестве у нас центры обслуживания посетителей, которые есть в самоуправлениях, могли теперь принимать и документы на паспорт, на ID. Сейчас пока еще этого по законам нельзя делать. Мы будем менять законы, чтобы это можно было. А доплачивать будете этим работникам? Это вопрос, который обсуждается. Я боюсь, что управление скажет только за ваш счет любые капризы. Ну, скажем так, я думаю, что если речь идет пока на пилотном уровне, то одну ставку мы можем им предоставить на каждое самоуправление, дальше уже, так сказать, посмотрим. Но я думаю, что самоуправление тоже заинтересовано в этом, потому что тогда их гражданам эта услуга будет гораздо доступнее. Ну и третье, это, конечно, то, что начиная с 15 мая во всех рижских отделениях будет живая очередь. То есть мы сознаем, что это, может быть, немножко неудобно, но зато это ваша возможность получить документы гораздо быстрее. Ну а записаться все-таки можно будет? Только 30% мест будет по записи в Риге пока. Потому что иначе мы не успеем. Не зря спросил. Наверное, сегодня вечером запишусь, пока не поздно. Ну и пять минут осталось нам до конца. Про политику хотелось бы поговорить. Вы член правления движения «За». Ответственный пост. Вашему движению в этом месяце или в прошлом месяце? Нет, сказал мэр Риги, Мартин Шстакис. Один из сооснователей, соучредителей вашего движения. Очень значимая фигура. Ну, по латвийским меркам, Мариги всегда значимая фигура. Как вы оцениваете стабильность вашего движения? Насколько вы сплочены? Ну, в данный момент мы начинаем свою кампанию предвыборную. Мы сплочены и вполне уверены в своем партнерстве. И Конгресс движения «За» подтвердил, что мы остаемся на этом курсе, что мы идем на выборы вместе с двумя остальными партиями нашего объединения. Развитие Латвии и ИЗАОКСМЕ. То есть мы не меняем ничего в этом аспекте. Мы будем следить за тем, чтобы наши действия совпадали с теми принципами, которые мы декларируем. Естественно, мы открыты к конструктивной критике, но в то же время мы считаем, что наши достижения до сих пор в семье и правительстве говорят за то, чтобы мы продолжали это сотрудничество. А вы как раз-таки люди из вашего объединения анонимно мне рассказывали, ну, то есть я не могу их назвать, источники мои из вашего объединения, и говорили, что вы как раз-таки были на волоске от распада, когда Стакис заявил, что у вас был очень мощный внутренний кризис, и что вопрос идти на выборы с латвийским, с латвийсатой стеби или нет, был очень-очень большой. Но это не секрет, что часть членов движения заподняли этот вопрос, но большинство на Конгрессе однозначно проголосовало за совместный старт, поэтому я не знаю, что называется на волоске. У нас была нормальная конструктивная демократическая дискуссия, дай бог каждой партии такую, и мы остались с тем выбором, который есть. Конечно, мы будем при этом, мы сохраняем свою идентичность, как движение за и развитие Латвии, как разные партии, но у нас есть общие цели, это современная свободная страна, которая страна для свободных людей, то есть мы защищаем права индивида, мы защищаем права на частный выбор каждого человека в целом ряде аспектов, считаем, что государство должно их уважать, и кроме того, мы хотим, чтобы Латвия была по-прежнему независимой и сильной европейской страной. Для нас слово «европейское» очень важно, поэтому мы больше видим, скажем так, общих интересов, совпадающих, чем расхождений, поэтому у нас нет повода расходиться. Скажите, а Рига сейчас в таком состоянии, в котором находится Рига, она из-за того, что теперь у вас мэр в оппозиции, коалиции? Ну, мне трудно сейчас сказать, из-за чего именно Рига находится в том или ином состоянии. Там очень много факторов. Насколько я понимаю, изначально это были какие-то договора времен предыдущей коалиции думской, которые долго нельзя было расторгнуть. Но мне кажется, что постепенно, конечно, уже немножко истекает этот кредит, и Риге нужно будет каким-то образом отвечать тем ожиданиям, которые наша общая предвыборная кампания, так сказать, провозглашала. Вот читаю резолюцию вашего, по итогам вашего съезда, который как раз недавно случился, и цитата. «Разработать и осуществить план по развитию организации так, чтобы иметь возможность самостоятельно стартовать на выборах в Европарламент 24-го года, на выборах в Сумправлении 25-го года и на выборах Семя 26-го года». Я так понимаю, что это последний будет раз, когда вы с Латвии с Атостейбой и с партией из Оксма пойдете в одной связке. Нет, это так не стоит интерпретировать. Это просто речь идет о том, что каждая партия, в том числе и наша, должна быть достаточно сильной, чтобы иметь возможность свободно делать выбор. Идет она дальше на выборы с кем-то вместе или идет самостоятельно. И речь идет исключительно о развитии, так сказать, потенциала нашей партии. То есть пока потенциала нет, пока вы слабы, можете только с Латвии с Атостейбой... Я бы не сказала, что мы слабы, но я бы сказала, что в данный момент электорально однозначно мы видим больше плюсов от совместного старта вместе с другой либеральной силой. Либералов в Латвии не так много, и нам нужно их не разделять, а наоборот объединять и вместе идти на защиту либеральной демократии. Насчет либералов, кстати, рейтинги говорят, что скорее всего ваше объединение попадет в САИМ, 14-й. Ну и явно там будет и консервативное крыло той же коалиции. Если, к примеру, победить национальное объединение, пойдете с ними в коалицию? Мы никогда не исключаем коалицию с любыми силами, которые признают сатверсмы Латвию в Евросоюзе и в НАТО. Но при этом, конечно, все зависит от конкретных переговоров и от конкретного результата выборов, которые мы будем знать только в октябре этого года. Вас не смущает такой, скажем так, брак по расчету крайне ультра, ну ладно, не ультра, крайне консервативных партий с вашей крайне либеральной партией? Как такое может происходить? На мой взгляд, в латвийской политике нет оснований для реальных экспектаций, реальных ожиданий того, что когда-то партии одного очень узкого какого-то идеологического толка смогут сформировать коалицию. Мы видим, что общество в этом смысле достаточно по-разному смотрит на вещи, и мы видим по результатам выборов, что есть как одни, так и другие взгляды. Возможно, лет через 10 как-то это все изменится, но ближайшие лет 5, на мой взгляд, прогнозировать коалицию, где у всех будет одинаковая полностью идеологическая ориентация. Ну, хотя бы не противоположная, как сейчас. Ну, видите ли, когда речь идет о Сатверсме, о Латвии в Европе и НАТО, у нас все партии, которые находятся в коалиции, поддерживают единый курс. Зеленые отпочковались от союза крестьян, пойдут вместе с Латвией, с региона, то есть теперь зеленые вошли, перешли красную черту, вы теперь сможете с ними сотрудничать? Ну, скажем так, мы посмотрим, какие силы в результате сформируются и пойдут на выборы, какие конкретно у них будут лидеры и какая у них будет программа. Я не думаю, что мы будем очень близко сотрудничать, скажем так, с силами, которые напрямую связаны с бывшим мэром Венспилса, но с другой стороны, если политики сумеют достаточно четко показать, что они больше не сотрудничают с ним, то я не думаю, что мы исключаем заранее возможность с ними сотрудничать в коалиции. 30 секунд согласия. Исключаете, не исключаете? На данный момент исключаю. Спасибо вам большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы. Наша программа действительно подошла к концу. Встретимся завтра в программе ТЧК в 16.00. Всего доброго. Счастливо.